Оркестр завершает юбилейный концертный сезон. Сороковой сезон своей деятельности. По традиции в концерты открывающие и завершающие сезоны включаются произведения выдающихся композиторов Западной Европы и русских композиторов. Сегодня вашему вниманию будет представлена музыка великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена и русского гения Петра Ильича Чайковского. Каждый из них имеет родину, национальность, но оба они уже принадлежат мировому музыкальному искусству. Без их творчества невозможно представить ни прошлую, ни нынешнюю, ни будущую жизнь музыкальной культуры. Наш концерт открывает музыка Бетховена. Прозвучит четвертый концерт для фортепиано с оркестром. Он создан композитором в период расцвета, пика творчества. Для Бетховена это были годы с 1802 по 1812. Я назову несколько произведений из этого периода. Это самые знаменитые с третьей по восьмую симфонию. Это многие сонаты, среди них знаменитая апассионата. Увертюры, которые часто звучат в наших концертах. Эггмонт, Кориолан. И три фортепианных концерта. Третий, четвертый и пятый. Четвертый считается самым лирическим концертом Бетховена. Несколько слов из истории первых лет жизни этого концерта. Наброски Бетховен сделал в 1805 году. А первое исполнение по рукописи принадлежало ему самому. Он исполнил этот концерт во дворце князя Лобковица, друга и мецената. И в связи с этим упомяну, какова была программа в те времена, программа концерта. Представьте себе, в ней было заявлено четыре симфонии Бетховена с первой по четвертую, увертюра Кориолан и плюс четвертый концерт. Каковы были слушатели того времени и каковы были программы концертов. Участие Бетховена в премьере концерта, в открытом концерте, который состоялся в 1808 году, не предполагалось. К этому времени он уже в связи с тяжелой болезнью почти полностью утратил слух. Он поручил исполнить концерт своему другу, ученику Рису, Фердинанду Рису. Но тот за несколько дней до концерта отказался, объяснив, что не успел выучить. Нашли другого пианиста, но буквально накануне генеральной репетиции и тот отказывается. И что же осталось Бетховену? Осталось сесть за рояль самому. Концерт был исполнен с большим успехом. Критик того времени, Рейнхард, писал об игре Бетховена, что это удивительное совершенство и предельная виртуозность. Но ситуация с концертом, с четвертым концертом, оказалась не столь счастливой. Она была очень драматичной. В последующие годы Бетховен полностью теряет слух. Он оказывается отрезанным от окружающего звучащего мира. И оказалось, что вот этот концерт, исполнение четвертого концерта, было последним в его пианистической карьере. В концерте по традиции три части. И мы напоминаем и тем, кто постоянно посещает наши концерты, и тем, кто, может быть, сегодня впервые пришел на концерт симфонического оркестра, а таковые в нашем зале есть по пушкинской карте. Мы рады их приветствовать. Мы напоминаем, что между частями концерта не принято аплодировать. Начинается концерт неожиданно с вдумчивого лирического соло, к которому присоединяется оркестр, и начинается диалог солиста и оркестра, который продолжается на протяжении всего произведения. В первой части очень много разнообразных настроений, но все они окрашены лирическим колоритом. Настоящий шедевр – вторая часть концерта, о которой критик писал, что Бетховен будто пел на рояле с чувством глубокой меланхолии. Глагол «пел» не случайен. Из письма Бетховена «Воспоминания его друзей» известно, что музыка второй части была вдохновлена античным мифом об Орфее, который своим волшебным божественным пением усмирял силы ада. И мы вновь слышим диалог, где явно представлены две противоборствующие силы. С одной стороны, это злобные фурии, которые пытаются не пустить Орфея в преисподнюю, а в ней томится его возлюбленная Эвредика. А с другой – мольбы, стоны Орфея, которые становятся все более взволнованными, страстными, и волшебное его пение покоряет фурий. Сначала они колеблются, затем отступают. И вот последний вздох, последняя мольба Орфея. И начинается радостная, светлая, безоблачная, без перерыва идущая третья часть концерта. Вновь диалог оркестра и солиста, которые изящно обмениваются шутками. Сколько неожиданностей, чудесных неожиданностей в этой музыке, сколько эффектов. А в заключении части оркестр и солист соединяются. Блестящие бриллиантовые пассажи пианиста сливаются с вихревой энергией оркестра. Так гармонично завершается концерт. Людвиг Ван Бетховен. Концерт для фортепиано с оркестром номер 4. Соль-мажор в трех частях. Сочинение 58. Исполнители. Симфонический оркестр. Солист. Лауреат нескольких престижных международных конкурсов. В том числе международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского. Константин Емельянов. Москва. Дирижер. Василий Шульга. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спасибо.